Растет он у нас уже несколько лет, лет 15. Растение совершенно неприхотливое. И сейчас я вам покажу. Такое же растение бересклет, но растет он в другом месте. Пень. Я привезла его из лесу кое-как. Мы его загрузили с супругом в багажник машины. Но я, конечно, благодарна. И благодарна, что супруг не отказался его все-таки помогать мне грузить. Так вот, у этого пня растет тот же самый бересклет форчуна. Но в отличие от ярких желтых листочков, которые растут на солнце, этот не такой яркий. Поэтому делаем вывод. Если вы хотите яркое-яркое цветение, то сажайте его как бордюрное, как обрамление альпийской горочки. И он будет долгое время украшать. А если вы хотите оттенить какой-то участок, и у вас там полутень, то, конечно, тоже можно посадить такой бересклет. И он будет также украшать. Вот смотрите, бордюрное растение бересклет. Там вдали вы видите желтое пятно. А вот здесь весеннее эфемерное растение. Это лук алиум. И тут же у меня еще луки. Но вот эти все листья, они уже имеют неприглядный вид. И, конечно, с ним работы намного больше. Надо убирать все-все эти листья, чтобы они не портили вид этого участка. Эти листья легко-легко убираются, видите? Но это опять дополнительная работа. А там, посмотрите, вдали виден бересклет и магония. Это многолетники, за которыми практически не нужно никакого ухода. Поэтому, как только отсветут вот эти фиолетовые красивые шары, я освобожу это место. И красавица магония многолетняя, и бересклет фарчона будут красоваться. Так что, есть желание и есть возможность приобрести такой бересклет. Рискните! Растение совершенно неприхотливое и красивое. Растение разрастается довольно быстро. Ну, вот это все скоро уйдет. Это листочки. А вот он, посмотрите, как красиво будет украшать. Высота может до 50 сантиметров. Видите, здесь он тянется вверх, и будет 50 сантиметров. Ну, а там, где ничего ему не мешает, он представляет ползучую форму. С вами была видеоблогер Екатерина Снытко, и небольшой сюжетик из нашего сада о красивом, совершенно неприхотливом растении бересклете фарчона. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok